Дело в том, что если смотреть с точки зрения татарского языка, то то, с чем столкнулся русский язык сегодня, татарский язык столкнулся как минимум лет сто назад по отношению к русскому языку. Согласитесь, краш произнести проще, чем краудсорсинг или чем мертендайзер. А как оградиться от этого процесса? А мы оградимся, а у нас есть правительственная комиссия по русскому языку. Нет, не бетонной. Молодежь будет продолжать и краш, и кринж, и все эти слова, и хайп использовать. В татарском языке, в разговорной речи все будут использовать слово, все используют слово «может», «конечно», «наверное». Это никто не может изъять из языка. Это повсеместно во всех диалектах, в городе, в деревне. Я уж не говорю про русский мат, которым пользуется весь мир. Русский язык – это такой язык, который преодолел все проблемы, и он же остался живым. А потому что у нас Александр Сергеевич есть Пушкин. Готовящийся в недрах Государственной Думы закон об англицизмах стал одной из главных тем на заседании Татарстанского парламента. Депутаты Госсовета Республики решили подготовить предложение о внесении изменений в законопроект. В чем смысл генеральной идеи на федеральном уровне и что хочет поменять Татарстан? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Главные новости». Здравствуйте. Я представляю вам наших замечательных гостей. Это Ирина Ерофеева, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ринат Сафаров, кандидат филологических наук, заведующий отделом лексикографии, Института языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ринат Тагирович. Я хочу сразу сказать, что, как обычно, мы проводим опрос на нашей странице ВКонтакте. Звучит он сегодня следующим образом. Стоит ли запрещать употребление иностранных слов в изданиях и на улицах? Да, конечно. Нет, пусть будет разнообразие. Такие варианты ответов. Голосуйте в конце нашей программы. Обязательно подведем итоги. И у меня сразу первый вопрос к вам. А вы бы как ответили на тот вопрос, что мы сегодня задаем нашим зрителям? Дело в том, что если смотреть с точки зрения татарского языка, то то, с чем столкнулся русский язык сегодня, татарский язык столкнулся как минимум лет сто назад по отношению к русскому языку. То есть в начале прошлого столетия, когда русский язык стал языком межнационального общения и потихоньку образование переходило на русский язык, он стал довольно сильно превалировать. И в условиях одностороннего двуязычия, когда татары в большинстве своем начинают владеть двумя языками, произошло очень сильное влияние русского языка. И вместо очень многих, собственно, татарских слов появились в татарском языке либо русские, либо западноевропейские заимствования. И отношение к этому было тоже неоднозначное. Если в прошлом столетии это все приветствовалось, то мы видим к сегодняшнему дюш, что это не совсем обогащает. Я думаю, что мы подробно обо всем этом ничего поговорим, но просто как бы вы ответили, да, конечно, или нет, пусть будет разномариваться. Я к этому подвожу. Я хочу сказать, вот этот абсолютный разгул, это не совсем правильно. Должен существовать какой-то контроль. Ирина Валерьевна, ваш ответ. Я согласна с коллегой. То есть язык ведь он сам, самоорганизующаяся система, вы понимаете. Конечно, излишние заимствования это плохо, безусловно. Именно об этом и идет речь в законе, о котором вы упомянули. Мы подготовили небольшой сюжет. Давайте его посмотрим и узнаем, что конкретно обеспокоило депутатов Государственного Совета Республики. Из интересного обсуждался закон о государственном языке. Все мы знаем и делали неоднократно сюжеты по этому поводу. Дело в том, что хотят депутаты в Москве, депутаты Государственной Думы запретить вывески на иностранных языках. Волна народного гнева поднялась после того, как в СМИ просочилось название сети по доставке суши с, мягко говоря, двусмысленным названием. После этого законотворцы, в числе которых, кстати, и избранная от Татарстана Елена Импольская, с шашками на галорийнулись защищать русский язык. Но татарстанские депутаты озаботились, как бы под шашки не попали языки других коренных народов России. Там Татарстан, Башкорстан, Чувашеви, Марийский и так далее. Много названий всяких на родных языках. Понимаете, да, Лилия Николаевна? Значит, на русском языке понятно, на татарском, чувашском, марийском понятно. Представлять позицию Татарстана назначили депутаты Айратов-Аррахова. Следующее, последнее в этом году заседание Госсовета Республики состоится в преддверии Нового года. Ринат Агирович, ну вот тема ясна, да, и проблема обозначена. А как Вы считаете, есть основания для того, чтобы проявлять беспокойство? Потому что если взять за основу рабочее название законопроекта, то звучит он как закон против англицизма. Ну, дело в том, что это как раз-таки рабочие названия, и как это все будет звучать юридически, мы пока еще не знаем. И, видимо, наши депутаты как раз заранее позаботились или озаботились о этой проблеме. Поэтому, чтобы национальные языки Российской Федерации не попали под этот закон и не потеряли, так скажем, то, что имеют, возможно, то, что делает наше правительство, не совсем и неправильно. Ну, мне кажется, это и невозможно. Ну, как, ну, например, мы же все привыкли, да, ну вот магазин, где продаются цветы, чаще кляр, да? Ну, это уже в крови у всех жителей Татарстана, потому что, ну, это с молоком в матери и с первым взглядом на окружающую реальность впитывается. Это потому, что мы привыкли, и это не регулируется никакими законами. А если это будет прописано, и... Ну, мне кажется, такого абсурда не будет. Ну, я очень надеюсь. Ирина Валерьевна, а вы что думаете? Ну, конечно, есть же закон о языках республики Татарстан, и, мне кажется, никто абсолютно не собирается ущемлять национальные языки. И то, что депутаты хотят об этом еще раз напомнить, это просто беспокойство, да, вполне, так сказать, понятное со стороны депутатов. Но речь идет в данном случае об излишних заимствованиях именно из английского языка прежде всего. А почему так пугает заимствование из английского языка? Честно говоря, я вот из этих вариантов ответа ответил бы, что да, конечно. Хорошо, Эрнест, отвечу конкретными примерами. Но, смотрите, с другой стороны, и ведь филологи говорят о том, что язык — это живая сущность, он все время видоизменяется, и он впитывает, и сколько слов различных впитал русский язык за свою историю. Конечно, безусловно. Ну, а как же быть? Мы же не можем огородиться стеной? Не можем. Но сейчас вот именно мода, понимаете, пошла мода на англицизмы. И вот они вот просто проникают во все сферы, даже там, где уже есть устоявшиеся наименования. Например, ну, допустим, слово «магазин», оно тоже заимствовано из арабского, но оно давным-давно вошло. Вот вы сейчас говорили про Чича Клэр, а я вот помню с своего детства вывески «магазин», да, параллельно, так сказать, с другими. Вот, а они заменяются на «маркет», «гипермаркет», «супермаркет». Это мода на использование вот этих англицизмов. Ну, то есть вы предлагаете сейчас название «супермаркет» убрать? Я не предлагаю, я просто не знаю, как это будет решено. Ну, а просто такой вариант возможен. Вы меня спрашиваете, как эксперта? Ну, а почему бы нет? Не знаю. Я вот привыкла к названию «магазин», допустим. Нет, ну, с другой стороны. Или, например, Эрнест из этой же области, да, «коуч», было же слово «тренер», оно тоже заимствовано, но почему «коуч» сейчас ходит в этом же значении? Как мы узнаем, смотрите, будет написано везде «магазин», а так мы «супермаркет», я, кстати, против, да, «супермаркетов», но не знаю, как таковы, как название. И «гипер», и «мега», и «мега», и «мега», и все больше и больше. Магазин будем писать, что ли? Большой магазин. Универсальный магазин. Универмаг был, действительно, так и было у нас аббревиатура, универмаг. Но это ведь тоже заимствованные слова. Нет, понятно, что язык развивается. Но я хочу, вот смотрите, привести примеры, да, я специально даже приготовила. Краудсорсинг, мерчендайзер, каворкинг, каршеринг. Ну, язык ведь сломаешь. Ведь, понимаете, в каждом языке есть фонетическая система, приспособленная для произношения слов родного языка. Или хотя бы тех слов, которые заимствованы, но давно вошли в язык. Они тоже ассимилируют в нашей системе языковой. А с другой стороны, смотрите, ну, молодежь, молодежь, это мы с вами уже спотыкаемся. А молодежь-то, она же разговаривает на них, там, хайп, кринжова, ну, и много других слов, которые не стоит уже произносить, наверное, нашей студии, чтобы не нарушать нормы будущего закона. Эрнест, ну, согласитесь, краш произнести проще, чем краудсорсинг или чем мерчендайзер. То есть, они используют короткие слова, и опять-таки, это все та же самая мода. Подражание Западу, эпоху глобализации, которая так долго была, да, и вот она к этому и привела. То есть, тут много предпосылок и социальных, и политических, и общественных, и самых разных, и языковых в том числе. Ринат Агерьевич, вот вы в начале нашей беседы сказали, что катарский язык столкнулся с этими проблемами гораздо раньше, чем сейчас сталкивается русский. Но ведь есть процесс глобализации, как Ирина Валерьевна, вы только что верно сказали, и от него не уйти. Мы живем в глобальном мире, и большая культура поглощает другие. Но это всегда так было, да? И всегда приходит заимствование. Так вот именно закон о языке, он ведь и направлен на это, Эрнец, чтобы не поглотила нас эта большая культура. Вы абсолютно, вы сейчас сами дали ответ на вопрос. Абсолютно верно. Вот он и есть. Это и есть ключевой ответ. Нет, а мы оградимся, а у нас есть правительственная комиссия по русскому языку. Нет, не бетонной. Молодежь будет продолжать и краши, и кринши, и все эти слова, и хайп использовать. И мы не сможем ничего сделать тут. Но мы сможем хотя бы в области, ну там, я не знаю, государственных учреждений, там, я не знаю, судов и прочее, там, где предписано использовать слова, которые понятны нам, носителям языка. Вот что такое краудсорсинг, идя к вам на передачу, я просто сама вот запоминала это слово, пыталась запомнить. Хотя я филолог, у меня широкий кругозор, широкий лексический запас. Кауфандинг еще есть замечательное слово. А потом, то, что касается молодежи, это же ведь можно оценить и как временное явление. То есть это сленговые какие-то вещи, которые следующему поколению могут им не передаваться. То есть в 90-х годах часто использовали слово класс, и это было нормально. Потом пошло слово клево, сейчас, видимо, это все меняется, но литературный, так скажем, русский язык на это смотрит, как на явление определенного круга людей в определенное время. Это не обязательно закрепится в языке на многие столетия. То есть с этой стороны тоже можно смотреть. А я добавлю, было слово космос вот буквально пять лет назад, тоже они как высшее выражение. Все ушло космосу молодежи. А был бойфренд и гелфренд, они вышли сейчас, есть вот вкрашице, да, краш там мой любимый. Но там же тоже особые оттенки есть значения и так далее. Ведь заимствованные слова тоже не просто так входят. Они часто заменяют развернутое описание. И не все заимствованные слова, мы должны отказываться от них. Вот, например, ремейк, это же воспроизведение там какой-то повторной фильма. То есть там целую нужно использовать длинное предложение, чтобы раскрыть содержание понятия. Снайпер, меткий стрелок, там, не знаю, сейф, несгораемый шкаф. То есть очень много слов, которые имеют эквивалент очень развернутый. И они в языке сохраняются. Я просто не понимаю, как это будет осуществлено на практике. Каким образом можно будет запрещать употребление технических? В первую очередь здесь надо говорить о терминах, а не о том, что говорит молодежь и что распространено там в определенных кругах. Здесь, скорее всего, речь идет о терминологии, которую мы видим в названиях общественных организаций, в их там, в сфере услуг и так далее. Вот это закон может контролировать. И это как раз об этом речь и идет. Не называть, скажем, организацию каким-то иностранным словом, а называть таким, к которому мы привыкли. Ну, например, клининг-менеджер. Ну, у нас же есть уборщица. Уборщица, да. Ну, просто уборщица. Ну, как всю жизнь их почему-то называют, техничка, хотя это совершенно неверное. Ну, и техничка заимствованное слово. Уборщица еще хотя бы славянская. Ну, я так понимаю, техничка от техники, от технической работы произошло. А вот более престижно, к вопросу о престижности. Ну, смотрите, клининг-менеджер к тебе пришел домой. Представляете, как возвышает ваш статус или уборщица? Ну, конечно, одно дело уборщица подавал, а другое дело, конечно, клининг-менеджер. Тут вопрос престижа. А как мы же от этого избавимся? Ну, как это? Клининговая компания или компания уборщица? Разница есть. А пусть придумают какое-нибудь такое красивое, там, славянское или какое-то уже давно слово, вошедшее в язык. А для этого и есть правительственная комиссия. Ведь что ей поручено? Правительственная комиссия по русскому языку. Туда входят и представители правительства, туда входят ведущие ученые и филологи. Они и будут думать. Они же будут разрабатывать словари, справочники, грамматики. Именно те, в которых будут прописаны правила употребления слов. Ринат Агерьевич, вот поскольку у вас опыт работы с языком больше, ну, в силу того, что, как вы верно сказали, что заимствования в татарском языке идут на протяжении уже века, а может быть и больше, да, вот можно как-то оградить вот от бесконечного употребления других слов и слов из другого языка свой язык? Нет, по факту нет. В разговорной речи все равно заимствования будут пользоваться, заимствования будут пользоваться, но к какой-то степени оградить можно литературную форму языка. И наша задача, как лексикографа, в первую очередь заключается в том, чтобы предложить пользователю эквиваленты, которые могут заменить... То есть, получается, сохранить эталонный язык, литературный, так называемый, да, который будет противопоставляться, что ли, получается, тому языку, на котором говорят, или каким-то образом? Он не то, чтобы противопоставляется. Вот дело в том, что, скажем, в татарском языке в разговорной речи все будут использовать слово, все используют слово «может», «конечно», «наверное». Это никто не может изъять из языка. Это повсеместно во всех диалектах, в городе, в деревне. Я уж не говорю про русский мат, которым пользуется весь мир. Нет, вы знаете, в продолжении слов, а мы используем «алга», «алаберса», «шулай», «башка». Постоянно? Я абсолютно не знаю татарского, но это у меня в обиходе эти слова. Это региональный наш, так сказать, диалект. То есть, вы хотите сказать, что этих слов за пределами Татарстана не употребляют? Ну, конечно, нет. Не все, не все. Ну, «башка»-то уж, ну, все же знают. Ну, «башка»-то знают. Зачем? Я имею в виду вот такие слова, как... Типа водных слов, да, «алга» или там «шулай». Так это же и есть взаимствование, и как раз культурное, мне кажется, в том числе и культурное обогащение. Это даже не взаимствование, это, знаете, вкрапления, вот такие вкрапления, которые для нашей республики как раз характерны. Что у татарани, так сказать, вкрапления в язык, вот из русских слов там, наверное, конечно. Что мы, так сказать, говорящие на русском языке, носители русского языка, также используем эти слова. Так вот проблема в том, что вот не получится ли так, что вместе с водой выплесними ребенка, когда примем этот законопроект и строго начнем ограничивать те или иные слова употребления в русском языке. Вы знаете, там такая команда профессионалов однозначно нет. Речь идет только о тех словах, которые противны, как бы я сказала, противны русскому слуху. Вот говорящего на русском языке, они и сложны для восприятия, и для понимания. И даже чисто, вот я говорю, звуковая их оболочка, и то вот не соответствует нашей системе. Ну и контролировать невозможно то, что уже устоялось в любом языке. Поэтому речь будет идти о тех, во-первых, остановить вот этот процесс без безграничного проникновения, а с другой стороны, ну, предложить эквиваленты тем, которые вот только-только у нас проникли, и еще, возможно, не так широко используются, но в будущем, чтобы они остановить это движение без контрольного проникновения. Ну, Ирина Валерьевна, ну вот, а с русским языком будет словарь, да, слов, которые не разрешены или, как бы, не рекомендованы к употреблению? Ну, я точно не знаю, как это будет. Пока вот рекомендовано разрабатывать. Ну, мы с вами будем вот так сидеть со словарем и считать это слово, мы так произнесем, а вот это вообще нельзя произносить. Ну, а вы что, редко заглядываете? Даже я, как специалист, я постоянно заглядываю в словарь. Ну, они есть, есть Вики-словарь в интернете, да, есть целый ряд толковых словарей, они же все вывешены. То есть, будет какой-то, как я понимаю, портал, сайт, где каждый, говорящий на русском языке, сможет проверить себя. Я предлагаю подвести итоги нашего голосования. Стоит ли запрещать употребление иностранных слов в названиях? Итак, 56,5% да, конечно, и, соответственно, 43,5% нет, пусть будет разнообразие. Ну, практически аудитория разделилась поровну. И о чем это говорит? Ну, скорее всего, молодежь отвечает, вторая. Ну, а молодежь, это же наше будущее, куда же мы без нее? Да, то есть, они, ну, они, как сказать, они за вот все, за креатив, за все это новое. Вот слово креатив. Прекрасное слово. Ой, прекрасное слово, я его сама обожаю. Вы знаете, потому что креативный и творческий, все равно это разные, то есть, они имеют разное содержание, несколько разные. Они в каких-то контекстах синонимичны, но где-то они все равно выражают или эксклюзивный, да, и там особенный. Это тоже несколько разные слова. Поэтому все то, что выражает необходимые понятия, оно останется в языке, никто не будет покушаться на эти слова. Я к тому, что... То есть, нельзя так относиться, понимаете, вот к этому... Не напрасно ли опасение наших депутатов, что это может как-то повлиять на язык? Ведь русский язык, в том числе, да, он же переживал много трансформаций. Мы же все знаем, что были времена, когда большая часть элиты Российской империи говорила на французском языке. На французском, но русский язык, это такой язык, который преодолел все проблемы, и он же остался живым. А потому что у нас Александр Сергеевич есть, Пушкин. Он, понимаете, все привел, и он никуда не денется от нас. В языке все. И его основы, его основная часть, она сохранится независимо ни от чего. Мы сейчас с вами на каком языке говорим? Ну, конечно же, мы с вами говорим на русском. Конечно. Потому что это... И на литературном, согласитесь. Потому что это государственный язык Российской Федерации, потому что это язык, в котором ты встречаешься сразу при рождении. Конечно. Конечно. Ну, вот вы как, допустим, да, или там, ну, пусть не вы, там, ваши дети или кто-то, да, как мы будем признаваться в любви? Мы что скажем? Я вкрашился в тебя? Наверное, все равно будем говорить, я тебя люблю. I love you. Конечно же, я люблю тебя. Что заменит слово любовь? Краш заменит слово любовь? Или там boyfriend, или girlfriend? Не заменит. Вот давайте на этой замечательной ноте, которая всех нас привела, я думаю, к консенсусу и закончим нашу программу, потому что все мы любим наших телезрителей, так ведь? Вы смотрели главные новости на телеканале Тарстан 24, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тарстан 24, не переключайтесь.